Добрый день, добрый вечер, дорогие друзья! Вы смотрите Арктик ТВ и, как всегда, в понедельник в 16 часов в прямом эфире программа «Знаки». В этой программе мы отвечаем на вопросы, строим гороскопы, небесные карты, разбираем звездные констелляции и занимаемся судьбой человека. Политикой мы не интересуемся в этой программе, но судьба не менее интересна, чем политика. Сегодня эту программу для вас ведут астролог Сергей Сгазинский и журналист Анастасия Стронгина. Если вы все-таки заинтересуетесь политикой, вы нам там позвоните, дайте знать. Мы кого надо пригласим. Дорогие друзья, я спешу напомнить, что телефон прямого эфира у нас прежний. Обязательно звоните нам и пишите в группе ВКонтакте. Также указывайте дату, время и место вашего рождения для того, чтобы составить быстрый краткий гороскоп. И, уважаемые друзья, подписывайтесь на группу. Называется «Астрологический центр «Знаки». Находится она в группе ВКонтакте. И вот мы не делаем ничего там инстаграмовского, там фейсбучного. Вдруг нас, как Трампа, понимаете, заблокируют. Мне очень нравятся слова инстаграмовского и фейсбучного. Да, и вдруг вот у нас наша родная социальная сеть ВКонтакте. Надо бы в «Одноклассниках» еще сделать, но руки не доходят. Вот «Астрологический центр «Знаки». Здесь написано все, чем мы занимаемся. Есть фотографии, есть интересные экскурсии. Например, «Мистический Мормонск». Специальная экскурсия разработана для того, чтобы погрузить человека в атмосферу мистики нашего города, рассмотреть там какие-то интересные события, людей, что происходило и так далее. Очень интересный угол зрения. И есть здесь раздел «Обучение астрологии». Вот приходят там вопросы, я отвечу этим людям сегодня вечером. Дальше есть раздел «Ваши вопросы астрологии». Вот вопросы приходят, и мы постепенно на них отвечаем. Кроме всего прочего, здесь масса полезной информации. И среди этой информации есть лунный календарь для мурманчан. Там восходы-заходы Луны, начало лунных дней, движение Луны по тем или иным знаком зодиака. И что особенно важно, и сейчас модно, это Луна без курса. Именно в Мурманске. Вот можно найти здесь эту информацию и посмотреть. Ну, а я хочу предложить вам послушать небольшое объявление о школе катания на роликах и велосипедах. Спортивная роллер-велосамокат школа «Белые мишки» приглашает детей и взрослых учиться катанию на роликах, велосипедах и самокатах. На улице зима, а у нас в спортзале всегда лето. Не упускайте возможность тренироваться на велосипедах и роликах круглый год. Не откладывайте на потом, а успейте уже сейчас научиться кататься. Прокачайте свои навыки и подготовьтесь к летнему сезону. Занятия ведут опытные наставники. Они научат ваших детей и вас кататься с самого начала, уверенно двигаться, совершенствовать свои умения, выполнять трюки, готовиться к соревнованиям. На базе спортивной школы работает прокат снаряжения. Телефон 208-006. 208-006. Спортивная роллер-велосамокат школа «Белые мишки». Мы занимаемся круглый год и независим от погоды. Дорогие друзья, ну раз уж у нас пошло такое дело со спортом и погружением в мистику, я вас также хочу пригласить в студию иностранных языков «Стронгена Студио», а также посмотреть небольшой мотивационный ролик. Внимание на экран. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Для того, чтобы записаться на занятия по английскому языку, нужно позвонить по телефону плюс 7 960 021 0620 или написать в группу «Стронгена Студио». Там же можно узнать о видах обучающих курсов. Ну что, начнем тогда нашу программу. У меня вот включена специальная астрологическая программа. Сейчас астрологи работают у нас очень много. Нет, это на астрологическую. У нас очень много программ. Вообще работа астролога – это такое универсальное место с таким вот набором новейших технологий. То есть даже когда компьютеры только появлялись, астрологи сразу захватили себе компьютер, стали делать программы, использовать эти программы. Раньше открывали там эфемериды, очень долго считали, расчет ввели. По картам вымеряли, масштабы. Масштабы всякие. Расстояние на планет. Нет, расстояние между планетами, угловые, да, надо было все вычитать. Я еще кнопочку нажал, все получилось. Но интерпретация все равно остается живого человека. Так что мы начинаем отвечать. У нас есть вопрос, наверное, с интернета. А вы, уважаемые телезрители, можете нам звонить в студию прямого эфира и задавать свои вопросы. И это вообще в средней полосе, вот такая услуга стоит очень дорого. Это только для северян, у нас бесплатно, именно для зрителей Арктик ТВ. Только на севере все такие добрые, и сдают бесплатные услуги. Но это временно, поэтому поспешите. Пишет вам Анна. Родилась она 16.07. На секундочку, я все перепутал. Пожалуйста, пожалуйста, да. Я английский не написал. Да так и должно было быть, это я все спланировала. 16.07. 90-й год. 11.35 время. Город Полысаево, Кемеровская область. Полысаево. 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 Да. И. Та самая И. Не могу решиться, летом выхожу из декретного отпуска на работу, пишет нам Анна. Но сейчас есть цель реализовать и развивать свое творческое дело, на котором собираюсь зарабатывать. Нужна ли мне моя официальная работа или все силы направить на свое развитие? Знаете, вот у меня... Работать или развиваться? Полысаево не нахожу. А Кемеровское, да? Ну, давайте поставим Кемерово. Там, правда, большие расстояния. Мы можем уйти. Так, проверяем. Анна, 16 июля 1990 года, 11.35. Солнце в 24-м рак. Вы знаете, вот с 16 на 17, 16 июля родился Павел Павлович Глоба. 16 июля родилась небесная канцелярия у нас. Вообще, гороскоп... Так в ряду мы поставили. Очень интересные, да, очень интересные. И здесь вот показатели такие Солнца, которые за наше Я отвечают, да, оно в соединении с планетой Юпитер. Я немножечко там не услышал, там человек чем занимался? Я не знаю, чем человек занимался, но вот говорит, что выходит из декретного отпуска на работу. Ну, выходить надо. И хочет развивать творческое дело. Ну, вот здесь творческое дело не просто творческое дело, а творческое дело, связанное с преподавательской функцией. Если у вас это творческое дело рукодельное, например, там Венера у вас в Близнецах, вот в самом Зените, асцендент в Деве, скорее всего, а асцендент – это точка восхода. И она связана с тем, что когда человек растет, развивается, с людьми там общается, у него формируются определенные качества. Вот тут определенные качества, связанные с точностью, с четкостью, с рукодельностью какой-то, с умением погрузиться, выполнить работу очень хорошо. Вот такие качества. И на самом деле здесь очень много чувства формы показано вообще в гороскопе. Вот рак так сильно выражен, сильно выражен телец, Луна в тельце, с Марсом в соединении. То есть получается так, что человек когда-то терпит, терпит, терпит долго, потом как рванет и в разные стороны. Но это может быть и начало новых дел, вот так показано. Конечно, здесь выходить надо, конечно, здесь надо запускать новые дела, конечно, здесь надо вот что-то делать. И здесь показано также умение, умение зарабатывать деньги. Вот как бы ни казалось, какой-то вот такой бизнес с творчеством связанный тоже очень полезен и очень хорош. И на самом деле и сил сейчас достаточно, и возможности. И вот это вот чувство грусти, находясь, которое вы получили, находясь в декретном отпуске, оно вас, конечно, отпускает. А вы видите там грусть? Да, грусть. Пострадовой синдром здесь явно виден. И там переживательность такая, что надо выходить. Конечно, когда человек выходит впервые, да, выходит из такого состояния, он там посидит-посидит на работе и обратно хочет вернуться. Но я так понимаю, у вас свое дело будет, творческое свое дело, вот его надо обязательно развивать. И особенно передавать кому-то. То есть проводить не просто вот вы чем-то занимаетесь, но и мастер-классы, какое-то обучение, детей брать. Там педагогические способности очень хорошие. И чувство формы отличное. Поэтому там еще полукс, звезда полукс у нас на Солнце находится. Раньше эту звезду связывали с бессмертием и продлением жизни, представляете? Человек может продлить себе жизнь, если он будет чем-то интересным заниматься и вот раскроет себя. Солнце – это всегда раскрытие, собственно, и раскрывать себя надо. Но поскольку, есть один минус, поскольку Солнце в Раке, Луна в Тельце и Марс в Тельце, то такие люди боятся сделать первый шаг. Вот им вот шагнуть очень сложно, очень. И они, вот, может, и совет астролога спрашивают по этому, что очень тяжко как-то вот пойти куда-то, вот как-то на подъем они тяжелы. И надо, чтобы кто-то рядом находился, и так, может, супруг, может, там, родители, может, там, родственники, немножко подпинывали. Что астролог подпихнул бы. Подпихнули, да, вперед, и чтобы вот пошло это вперед, и обязательно надо что-то такое большое вот делать в жизни. Это однозначно. Вы считаете, деятельность человека влияет на продолжительную жизнь? Да. Ну, посмотрите, ну, например, пример, да? Вот недавно построил космограмму, просто было интересно, Лео Бакерия. Просто делать было нечего. Мне нечего было делать. Я смотрел ролики всякие на ютубе, кто что рассказывал по здоровью. И вот Лео Бакерия, да, делает операции на сердце. По-моему, он с 30-х какого-то года. Сколько энергии у человека до сих пор. До сих пор, да. И он делает по 4-5 операций, и не встает, и все время работает. То есть, чем вы больше работаете, чем больше у вас интересности в жизни, тем, конечно, жизнь продолжается. Тем более, если, знаете, еще как продолжается жизнь, если стоит какая-то задача, которую надо решать. Вот очень важная задача. Например, бывает, вот наблюдал тоже в своей практике астрологической очень много, бабушка какая-нибудь, да, уже такая в возрасте, еле ходит, и у нее дети умерли, остался внук. И внука надо вырастить. И пока она внука не вырастет, никуда она и здоровье ее не оставит, и, значит, будет возможность и двигаться, и активничать, и так далее. Пока она его не вырастет, нельзя и умирать. Пока человек ставит себе вот задачу, ну, к этому он еще ведет хотя бы примерно здоровый образ жизни, примерно ведет здоровый образ жизни, там, плюс-минус, не сильно утруждаясь в этом. И поставлены задачи, есть интересные виды деятельности, тогда, да, он будет жить больше, чем обычно. А что больше влияет, здоровый образ жизни или судьба человека? Судьба, конечно, судьба, конечно, ну, здоровый образ жизни, посмотрите, Черчилль, 90 лет прожил, за 90, по-моему, прожил, значит, ожирение, выпивал ежедневно бутылка коньяка, курил безбожно, спал до обеда. Что очень вредно. И так далее. По законам мы обязаны потом сказать. На самом деле, сократить-то, продлить не знаю, как вот, сократить себе мою жизнь можно, может, он бы и до стадо тянуть, не знаю, не могу сказать, да, но мы видим примеры, и вот примеры долгожителей иногда публикуются, а некоторые курят все время. Некоторые долгожители за 100, там, в США каждый день начинают, там, со 100 грамм виски. Каждый день начинают с зарядки. Некоторые зарядки начинают, у каждого свой рецепт, каждый по-своему устроен. В Италии с кофе. Ну, кто-то с кофе, да, главное вот... Я спрашиваю, секрет вашей фигуры красивой, это макароны, она паста, паста помогает похудеть, сколько говорили диетологов в Италии, представляете? Ну, кто знает, может, их купили, да, фирмы, но мы не знаем, по-разному происходит, выделить это невозможно. И судьба человека настолько уникальная, что сколько мы не вносим в нее статистических данных, вот это нельзя есть, там, или вот это надо ограничивать, или красное мясо переработанное нельзя вообще, мы найдем на земле хоть одного долгожителя, хоть одного долгожителя, который эту колбасу ест каждый день и в большом количестве, и живет себе спокойно. А у нас есть звонок. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Да, мы вас слушаем. Как вас зовут? Владимир, 24 июня 1984 года. 24. Время рождения известно вам? Время 13.15. 1974. 84. 1913.15. Город? Город, ну, родились в роддоге в коле. Ага, 24 июня, сейчас я у меня тут большая, большой сбой. 24 июня, 6 месяц, 1984, подскажите еще. 13.15. 13.15. 13.15. Кола, смотрим, 24 июня 1984, воскресенье было, 13.15. Кола, солнце в раке. Значит, 4, 5, 6 градус рака заполнено. Здесь Венера, Меркурий, вот так Юпитер напротив, Юпитер напротив. Юпитер вообще дает, ну, какую-то социальную значимость в жизни. Впечатлительность, Нептун напротив Солнца, впечатлительность очень большая. Так, что здесь еще? Шестой. Ну, то есть здесь перемены видны очень большие, которые вот, как бы, они начались в прошлом году, и они будут продолжаться. Только с чем они связаны, так вот, однозначно, трудно мне сказать. Может быть, с работой или с чем. А у вас какой вопрос, Владимир? Ну, вообще, то есть у меня сейчас вот на работе травмы небольшие, то есть, начальством, компотация вышла. И поэтому, то есть, ну, стоит ли менять что-то в работе, то есть, пересмириться, а потом. Но, вы знаете, вы человек, вот, вы хотите стабильности. Вы хотите стабильности. И, как бы, вот, травмировать психику, ну, не рекомендуется, потому что и луна в тельце, хочется, чтобы уверенность в завтрашнем дне было, да, и солнце в раке, вот, понятно, что. Но эмоционально вас вот тряхнуло. И вот этот год, который начался, он очень сильно связан с переменами, очень сильно связан с переменами. И здесь и переживательность большая показана, и нагрузка аховая показана. И, ну, как бы, вот, показатель тот, что на работе вы можете остаться, на работе вы можете остаться, но материальное положение не улучшается. И, как бы, с вас там не сняли чего-нибудь, да, или, как бы, там не ограничили вас в чем-то. Вот такие показатели. На целый год. Это начинается где-то вот с марта месяца и тянется до декабря практически. Если вы готовы потерпеть, терпите. Если хотите поменять, менять надо, но вот стопроцентной смены я не вижу. Да, понятно. Спасибо. Пожалуйста. Это несколько вариантов событий вы предоставили. Либо потерпеть и смириться. Да, человек всегда же, человек всегда же каким-то образом делает выбор. Астролог не должен этот выбор похитить и сказать, делай то или делай это. Отобрать. Он должен показать несколько обычно возможностей, вариантов развития. И человек выбирает такой, какой он сочтет нужным. То есть иногда, знаете, астрологов обвиняют, особенно различные церковные деятели, в связи с тем, что, как бы вам сказать, что мы похищаем у человека возможность выбора. Нет, у человека остается возможность выбора, только мы смотрим различные направления дорог. Бывают нравственные выборы, а бывают не нравственные, а просто выборы. Вот вы пришли покупать в магазин что-нибудь, у вас стоит выбор, да. Хотите это – купите, а хотите это – не купите, купите другое. Вот тоже, наверное, и здесь. И сейчас, как мы говорили, начинается эпоха Водолея. И с эпохой Водолея связано очень много вариаций выбора. Очень много вариаций выбора. Но здесь тоже. Но я здесь исходил из того, что человек хочет стабильности. Стабильности хочет. Но, может быть, я в таком случае, вот при таких параметрах, может, я бы спрятался и отсиделся, если работа хорошая. Спрятался бы на работе. Спрятался бы на работе. Не высовывался. Говорил «да», 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 «да». Еще раз «да». Еще раз «да». Да, дело вид. А потом, через год, все бы успокоилось. Там могут начальника куда-нибудь повысить или перевести. Там другой начальник, может быть, прийти. Там изменяется. Знаете, Хаджан Асредин в свое время говорил. Ну, он поспорил с Шахом по поводу того, что научит Асла грамоте. И взял суду очень большую под это дело, огромную. Построил для Асла школу. А ему говорят знакомые. Ты понимаешь, что через 20 лет, вот как ты обещал Асла выучить грамоте, ну, тебе Шах голову отрубит, потому что и Шах все равно не заговорит. Говорю, через 20 лет из нас троих кто-нибудь умрет. Либо я, либо Шах, либо сел. Поэтому, если выбирать такую вот в долгую играть, да, и спрятаться, может быть, это был бы хороший. Кто как больше любит либо прятаться, либо сразу сбавляться от проблем? А есть люди, которые вот загораются. Вот если бы здесь не было там тельца, рака, а был лев, стрелец, овен, конечно, этот человек нас уже бы не спрашивал, он уже бы искал работу. Послушайте, ну ведь, получается, каждый консультант, каждый специалист тогда лишает выбора по логике некоторых людей. Раз он что-то советует, он заведомо лишает человека нескольких позиций выбора. Не всегда. То есть человек же сам к нему пришел, это первое. А с другой стороны, вот сейчас очень модно... Ну, как некоторые считают, я так не считаю. Сейчас очень модно в интернете говорить, о, посмотрите, я стал зарабатывать 100 миллионов долларов за один месяц, я вас научу так же зарабатывать, да. А, например, у человека нет показателей на большой заработок. А у самого 200 подписчиков всего лишь. Да. И поэтому как тут быть? И много всяких вот таких вот непоняток в мире существует. Все мы хотим лучше жить, это бесспорно. Ну, пытаться всех под одну гребенку как-то сделать, это очень сложно. И вот, если воспитывать ребенка, ну, например, натальная карта очень помогает. Посмотреть, что этот ребенок хочет, что он рыдает все время. Как он в школе себя чувствует, там, какие педагогические приемы надо использовать для его развития и воспитания. Вот таким вот образом. Вы считаете, они используются в целом, в средней школе, например? Нет, но в школе, посмотрите, сколько у нас человек в классе, у нас за 30. Раньше было 26, по-моему, сейчас 32 человека. У нас не хватает учителей, вы что? И если было там 5 человек, 10 человек, можно бы как-то видеть, педагог успевал бы заметить. Педагоги опытные, они знают, кому чего, да, даже без карты. Но это в массовой системе. То есть это физически невозможно? В массовой системе это физически невозможно, да. Эх, жаль. А мы так хотели. Каждому индивидуальный подход. Определить психотип, да. Всем свою программу, всем дать советы. Ну, это можно, это можно. Если родители занимаются, можно обратиться к астрологу. Астролог построит карту ребенка, карту родителей, посмотрит, как там они взаимодействуют, что ребенок хочет, вообще чему живет. Нужно ему спортом заниматься или не нужно? Вот говорят, всем надо заниматься спортом. Вранье. Не согласна, кстати, да. Вранье. Вот вам, например, наверное, не надо заниматься спортом. Мне не надо, потому что у меня дышка появляется, и я бежать-то толком не могу. Ну, вы видите, есть люди, которые нагрузки напрочь физически не переносят. А есть, которым только давай, давай, давай. Есть ощущение, что что-то не то делаешь со своим организмом? Вот бывает и такое. Кому-то на пользу, кому-то нет. Кому-то каша полтора на пользу. Просто нет, как вам сказать, нет вот таких систем, которые были бы адаптированы под все, что можно. Нет универсальности. Вот и астрология нам показывает, что каждый человек, несмотря на то, что он человек, и мы все одинаковые, мы настолько разные, что просто удивляешься. Венец творения. Кстати, вот живем мы с вами на севере. Вам вообще нравится снег, снегопад, вот все, что здесь бывает? Все, что здесь бывает, не нравится. Вам зима нравится? Ну, конкретно снегопад. Вам зима нравится? Зима в период с ноября по конец января. А дальше? А дальше происходит что-то такое интересное, странное, что-то внутреннее, печальное. Мне кажется, что выход из зимы у нас не совсем адекватный, не совсем такой, как должен быть у нормального человека. И настроение меняется. А мне вот зима совсем не нравится. А вам не нравится зима? Я не переношу снег, не переношу зиму. То есть вы радуетесь, когда у нас лето наступает? Я радуюсь только летом. А здесь, видите, 9 месяцев зима. Поэтому летом вы уезжаете отсюда. Чаще всего. А про снег и зиму нам расскажет сегодня Небесная канцелярия. Внимание на экран. Здравствуйте. Сегодня, когда зима снегами выровняла землю, города, подобно пешеходам, оделись в лед и снегом обмотались, как шарфами. В зимнюю пору, когда задувает снега дурь, завевает в юговей, когда утвердила свой приход многоснежная зима, состояние у нас бывает самое разное. Порой мы печалимся, ведь буря мглую небо крут, вихри снежные крутя. А бывает и наоборот, когда снег блистает серебром, тогда светло и чисто на душе. Мороз и солнце, день чудесный. Пищащий снег, живой, бормочущий, скрипучий, зовет нас, по словам Александра Кушнера, в поход за новыми впечатлениями. Неслучайно Михаил Дудин писал, в ночи полярной, злой и в южной, походной, теплится уют. Согласитесь, когда за дымкой снежных завихрений видна метельных улиц даль сквозная, нам хочется, по словам Николая Грибачева, особого тепла. А какой он, снег? Судя по стихотворениям Валерия Брюсова, Рима Казаковой, Миры Лохвицкой, Ольги Фокиной, самый разный, даже цветной, в зависимости от источника света. Солнце уголь круглокрасный бросил отблеск на снега. Или снег переливался, он был то в солнце рыжим, а то, как лыжная шапочка синяя. Звезды по снегу рассыпали свет голубой, Или вставало розовое утро, Цвели сиренево снега. Начиная с XVIII века снег осмысливался, как символ России, называемой поэтами страной метели, отчистной в юг. У России есть, по словам Дона Аминада, этот снег, что так синеет, как нигде и никогда, от которого пьянеет сердце раз и навсегда. Поэтому мы и вторим Евгению Далматовскому. Русская даль, русская снежность, русский полет, русская нежность, русский народ. Всегда с вами на связи. Небесная канцелярия. Уважаемые телезрители, вы можете звонить нам сюда в прямой эфир по телефонам, которые показаны на экране. Единственное, не надо смски писать, мы смс не принимаем, только принимаем звонки. А также размещать ваши вопросы в группе ВКонтакте, которую мы сегодня показывали. Это астрологический центр «Знаки». И если вы сегодня дозвонитесь, мы постараемся ответить на ваш вопрос. Конечно, нам надо сообщить дату, время и место рождения. И мы будем готовы это сделать. Я так понимаю, что те, кто уже обращались теми годами, ранними, они могут опять обращаться к вам с вопросами по поводу Нового года. Мы надолго не смотрим. Тут просто по времени не просмотреть. И за такое короткое время тут проанализировать практически ничего невозможно. что нужно так схватить только некоторые моменты и выдать. Хотя некоторые пишут, там, благодарят даже за ответы. Когда все хорошее сбывается, да, они вот таким образом вас благодарят. Ну и когда все плохое тоже. А плохое тоже пишут? Нет, плохое тоже может сбываться. Мы же можем тоже видеть сложности какие-то. Говорят за это спасибо, что вы предупредили. Да, что надо было сильнее предупреждать, что надо было сильнее настаивать. Но по-разному тоже мы же люди, мы же не можем сказать, вы умрете. Мы все умрем, правильно, в какое-то время. Вопрос когда? Да. Следующий вопрос у нас от Надежды. Родилась она 28-го, 09-го, 92-й год. Время ночное, 2.45, город Архангельск. Хотелось бы узнать про сферу работы, будет ли смена с экономической направленностью на другую, а также интересует семейная жизнь и дети. Работа, семья, дети. Вот такая консультация занимает 2 часа. И стоит она, внимание, без прайс. Занимает 2 часа. Просто очень сложно схватиться. Но сейчас мы постараемся. Но не только по верхам, мы можем и вглубь. Сейчас особенно нет звонков. Если звонки будут, мы говорим. Ну, давайте посмотрим. Вот, проверяем. Надежда. 28 сентября 1992 года был понедельник, 2.45, Архангельск. Что мы здесь видим? Мы видим Солнце в весах и Луну в весах. То есть мы, получается, видим двойные весы. То есть два светила, самых главных в весах. И когда такое происходит, то есть человеку выбор сделать очень сложно. Он очень колеблется. Он очень волнуется. И мог к однозначному решению практически не прийти. Почему? Потому что Марс, владыка принятия решений, здесь находится в знаке рака. А в знаке рака он настолько слаб, что человек может только во время какой-то истерики выйти на какое-то решение. Вот его все время будоражит. Тем более Марс, как астрологи говорят, в квадратуре к Солнцу. Марс с Солнцем связан очень напряженным аспектом. И этот аспект говорит о том, что нету покоя в душе человека. Человек выходит из себя, и иногда вот сам себе враг. Вот такое бывает. Поэтому здесь надо как бы очень аккуратно принимать решения. Не пытаться это сделать сразу и наскоком. То отходить, то возвращаться вновь к этим решениям. Ну почему здесь экономическая сфера? У вас, например, экономическое образование, оно связано с тем, что вот очень сильно выражен второй дом. Второй дом связан с деньгами. Но там второй, восьмой, может быть чужие деньги, может управление деньгами и так далее. То есть интерес к этой сфере он мог быть. Он мог быть, никто не спорит. Значит, дальше, что мы здесь видим? Дальше мы видим очень сильную планету, очень сильную планету власти. В том месте, где находится дом и семья, которые вас воспитывали. И отсюда мы можем спросить, не зная, вот вас просто спросить. Кто-то из ваших родственников, кто вас воспитывал, был таким вот просто, ну не тиранически, может, слишком заботливым, или вот слишком указывал, как и что делать. Потому что это тоже здесь видно. Видно. Дальше что? Дальше видно следующее, что весь прошлый год, весь прошлый год был кризисным. Дальше было плохо, было тяжко, была, так сказать, депрессия какая-то. Вот у вас бывают депрессии? Скорее апатия. Ну вот может быть тут апатия, может еще что-то. Ну вот погружение в себя какое-то, вот тяжкое состояние. Ну вот так оно читается здесь. Была подавлена Луна, Луна эмоциональный мир. Венера тут сейчас задета тоже подавленностью, тоже так неприятность такая. Ну и сейчас начинается оборот Сатурна. Вот примерно в 30 лет, в 29,5, планета сжатия, планета, которая заставляет нас что-то делать, требует от нас что-то, она возвращается на свое место. Можно весело вписаться в Сатурн. Да, и в Сатурн как вписаться? В Сатурн весело не вписаться. Не вписаться? В Сатурн можно вписаться только с напряжением. И это напряжение будет в течение всего года. В течение всего года. Напряжение очень большое. Обычно человек выбрасывает из жизни все лишнее. Выбрасывает лишних людей, лишние проблемы. Он переходит из детского возраста во взрослый возраст. Вот именно в это время. То есть до 30 мозгов-то никаких нет. Это только после 30 они появляются. И у него, значит, будет погружение в себя и начало каких-то новых дел с собой связанных. Кроме того, очень большая нагрузка в этом году на опорно-двигательный аппарат показана. Поэтому рисковать ни в коем случае нельзя. Прыгать с парашютом нельзя. Гонять на мотоцикле нельзя. Ходить в горы без страховки нельзя. То есть ничего нельзя. Понимаете? Никаких рисков. Вот в этом году. Хотя можно... Гулять без экскурсовода тоже нельзя. Без экскурсовода по Мурманску вообще нельзя гулять. Да. И так, чтобы не замерзнуть хотя бы. И так далее. И вот такой вот год впереди. Дальше. Значит, по работе вопрос. Да. Стоит ли менять работу, я так понимаю. Так. 30, 60. Стоит ли переходить из экономической сферы? Направленности на другую, да. На другую. И вот я думаю, мне кажется, мне кажется, так если сюда уйдет у нас Юпитер. Ну, так. И Венера отвечает за карьеру. А Венера здесь 30, 60, 90, 120. Ну, вот на сегодняшний день прямо сейчас попробовать можно. Сейчас попробовать можно. И если вас куда-то берут, и вам там будет интересно, надо идти. Потом по личному вопросу. Личный вопрос. Значит, 28, 6 и 4. Ну, у меня на 28 лет любовь-то показана. А это вот недавно было. Единственное, что если она не разломалась в прошлом году. То есть надо посмотреть, что у нас еще тут по браку показано, по браку, по детям. Хорошо, а если не 28, то следующий период когда? Ну, я боюсь сказать, он через несколько лет, но я боюсь сказать, человека испугать, что он может быть и в этом. Далеко еще. Он в этом году будет, но к 36, наверное, у вас все как бы нормализуется и все будет хорошо. Но это же долго. Я не говорю, что сейчас не будет. То есть оно будет. Ну, вот такой тут гороскоп просто. И надо быть, надо правильно питаться. Иначе тут можно желудок испортить. А у нас звонок. Алло, здравствуйте. Алло. Мы вас внимательно слушаем. Да, как вас зовут? Алло, алло, алло. Здравствуйте. Да, да. Как вас зовут? Ирина, меня зовут. Вы для себя делаете гороскоп? 30.06.1960. Какого? 60. Нет. 50.06. 50.06.1960. Время, знаете, рождение? Время рождения, знаете? Примеризительно, мама говорила, 12 часов дня. Ага. Где вы родились? В Карелии, город Недвежегорск. Живу в Мурманске. Недалеко от нас. Что видно? Ну, видно, что, значит, 10 июня 1960 года, это была пятница, примерно 12 часов дня, в Медвежьегорск, и, значит, в Близнецах Солнца в 20 градусе, 17-й тут, то есть здесь разговорчивый такой человек, очень, которого не переспорить, такой вот, очень эмоциональный. Вы нас поспрашиваете, что вам интересно, а мы поотвечаем. Меня интересно, перееду ли я к сыну жить, или я буду жить все-таки одна в Мурманске? Ну, сейчас попробуем ответить. Переедете ли вы? Ну, видите, здесь очень хорошие показатели впереди. Сейчас я вам скажу, когда. Сейчас я вам скажу, когда. Это даже может быть в этом году. Вы не собираетесь в этом году переезжать? Ну, мысли есть такие, и вот сомнения есть. Ну, вот здесь, смотрите, показано, показано, когда. Вот здесь, может быть, это начало только вот этого процесса. Март месяц, март месяц. Потом апрель месяц показан. И в конце концов, в конце концов, вы можете переехать, сейчас скажу, когда. Сейчас скажу, когда. Так, а Меркурий, так, где? Ага, Венера, вот она. И можете переехать, в конце концов. Ну, я думаю, где-то в октябре месяце. В октябре месяце. То есть стоит, стоит. Ну, и вам как бы будет хорошо. Переживательность какая-то. Ну, счастье какое-то. У сына не должны дети завестись? Скажите, пожалуйста, вот, ближайший год. Ну, тоже пока нет. Но кто его знает? Ну, кто его знает? Но, если хотите переехать, переехать. Единственный минус вашего характера, что вы очень боевой человек. Понимаете? Очень такой боевой. И такой спорщик. И вот свою точку зрения отстаиваете. И если бы вы как-то помягче сделали немножечко свой характер при переезде к сыну, или ему там со своей семьей не показывали вот эти черты ваши боевые, тогда бы всем было легче. Ну, вот так посоветовать вам можно. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Есть, куда их можно спрятать? Ну, можно, значит... Особенно, когда вы живете в одном доме. Можно, можно... Ну, не в одной же квартире, да? А кто знает? В одной квартире... Мы не уточняли. Не знаю. Ну, можно ходить куда-нибудь работать. Вот, вот, женщина еще достаточно молодая. И можно поработать немножечко где-нибудь в торговле. И там... В консультировании. Высказать всем, что там разрядиться. Научить всех, как нужно жить. Собственно говоря, да. Дать советы. Дать советы. Или заняться какой-нибудь физкультурой, или внуками заняться и помогать. То есть, если чем-то заняться, всегда легче. А если учить детей, что надо делать, то, я думаю, дети и без нас знают, что им надо делать. Прекрасно. И прекрасно с этим справятся самостоятельно. Еще и сами могут рассказать. Еще и сами научить. Да. Ну, каждый должен заниматься своим делом. Не надо... Там вот... Родители-дети, вот, в нашем астрологическом понимании, мы тоже очень наблюдаем на консультациях. Всегда есть родители, особенно мамы, которые жить своим детям не дают совершенно. И не дают им создать семью. Не дают им завести детей. Все время в каких-то обидах находятся. Каким образом, интересно? А каким образом? Это просто не дает просто эмоциональное состояние такое, что я тебя не отпущу. Ведь сказано в Писании, да отлепится сын от матери своей, и прилепится к жене своей. И будут они плотью единой. То есть, отлепляться надо. Смешно представить. Надо отлеплять детей. Плоть-то отлеплять надо постепенно. Плоть надо отлеплять. А создадут такие условия. То есть, все время, ну, мы знаем, свекровь там все время недовольна невесткой. Все время она недовольна. Это вечная борьба. У свекрови на затылке глаза. Теща иногда тоже корки мочит. Корки мочит, да. Недовольна. Да, то есть, не надо быть. Надо заниматься своими делами. Детям создавать комфортные условия для существования. Подарить им квартиру, например. Купить им квартиру и подарить, да. Или, если боитесь подарить, держите ее на себе, да. Ну, как бы пусть они... Создать условия для детей надо. Образование дать. Помочь работу найти хорошую. Если они хотят, чтобы вы помогли. А если не хотят, чтобы вы ничего не сделали. Так сказали, держите на себе, а то отберут, да, как будто... Нет, ну, бывает, бывает. Сейчас же, да, сейчас же... Сейчас же, что только не бывает. Все же, что только не бывает. Ну, и поэтому вот так дети сами разберутся, в чем делать и как своих детей воспитывать. У вас, дорогие родители, ну, я обращаюсь так образно, да, была возможность до 20 лет воспитывать своих детей. Всего теперь у детей свои... Заботы. Заботы. Теперь они, да, будут воспитывать своих, да. Вы считаете, что этот рубеж именно в 20 лет происходит? Когда дальше нельзя воспитать человека? В 30. В 30? Да, в 30. Но... Ну, в 20 уже хочется не с родителями. Больше учить времени проводить. Кто знает, опять же. Ну, опять же, да, у каждого свое, опять же, у каждого. Все по-разному. Ну, как практика показывает, это действительно правда. Да, это действительно правда. И на самом деле, значит, чем больше люди будут уважительно, вот дети, родители как-то устраивать уважительно, тем меньше у этих детей будет проблем, тем меньше всего будет. А бывает, родители, знаете ли, что устраивает? Например, заведутся дети у детей, их внуки. Родители скажут, вот, мы после войны сами, значит, были бедные, воспитывали, что никто нам не помогал, и пусть вам никто не помогает. И не помогают. Хотя дети могут ожидать какой-то помощи. А ведь часто помогают, но потом попрекают. Помогают, попрекают. И говорят, что а нам-то никто не помогал. А, меня вы не любите. У нас-то не было смартфонов, там, телефонов и яблок. А у вас теперь какие хотите из любых магазинов? Ну, поэтому вот отцы и дети, это всегда тоже очень сложная проблема. Вот всегда сложная проблема, это межличностные отношения. И с родителями и детьми это тоже вот очень большие такие проблемы. Ну, подростковость, опять же, да, там, свои причуды. А как больше связан гороскоп? Именно пары, как пары, ячейки, или родители и детей? Пары. Пары всегда заметны? Пары, пары всегда. Хотя партнеры могут же меняться за всю жизнь несколько браков. Но пара, она пара больше, чем родители и ребенок. Родитель и ребенок – это неправильное взаимодействие. То есть родитель должен до какого-то времени заботиться, ну, и потом помогать, развивать и так далее. Есть, бывает, очень хорошо выстроены родители и дети. Бывает, вот, ну, мы же работаем, к нам обращаются не с радостью. Никто с астрологом… С астрологом делятся с лучностью. И вот наша задача… Наша задача сейчас с кем-то поговорить, я думаю. Да, мы вас слушаем. Сергей Михайлович, добрый день. Добрый день. Помогите, пожалуйста, прогнозировать на этот год ситуацию по сыну. Как сына вашего зовут? Александр. Когда родился Александр? 27-го, 10-го, 1988-го. В 6 утра, ровно в 6 утра. Город Мурманск. Так, 27-го октября, 1988-го, это был четверг, 6-0-0, город Мурманск. Солнце в Скорпионе, 4-й градус Скорпиона. Вот скажите мне, пожалуйста, прошлый год, 20-й, может, частично 19-й. Как-то произошел переворот в его жизни? Ну, в середине 20-го года появились проблемы со здоровьем серьезные. Со здоровьем. А что там, сердце, например, там, или общее состояние какое-то? Общее состояние. Общее состояние. Ну, здесь вот этот переворот показан. И сейчас, и вот на сегодняшний день, по вот этому общему состоянию, тяжкость показана. Вот на сегодняшний день. Но она закончится. Она закончится вот через месяц, через два. Возможно, будет полегче. Сейчас мы посмотрим еще. А врачи-то говорят, что диагноз поставили. Ну, прошел глубокое обследование. Вообще, говорят, по-разному. Дальше до обследования надо проходить. Еще проходим. Ну, вот проходите, мне кажется, мне кажется, 30 часов. Ну, мне кажется, это все связано с неврологией, с нервами. Потому что он поменял работу как раз в этот период. И вот сейчас. Ну, там видно перемены у человека большие. Может, он расстроится. Он ведь как устроен, Александр? Он все время оценивает себя. Он все время себя оценивает. Как он сделал, как он не сделал, что плохо, почему плохо, почему вот эти недостатки какие-то и так далее. И вот, собственно говоря, он себя просто изъедает, изгрызает. Это вот первое, что видно. И вот это проходило, возможно, в течение вот этого года. И у меня улучшение показано. У меня впереди улучшение. Сейчас вот этот камень с плеч, он свалится. Но не быстро. Сейчас мы попытаемся посмотреть, насколько тут проблема может затянуться. Вы знаете, у нас еще ведь показатель на сердечно-сосудистую деятельность. Как там сердце работает. Вот вообще сама сосудистая система. Вот все-таки у меня элемент, вот сейчас как бы станет полегче, а к лету у меня элемент нагрузки сохраняется. И еще весь этот год, весь этот год надо заниматься здоровьем, полностью уходить в здоровье, если можно, если можно какой-то санаторий, какой-то отдых, какое-то расслабление. И только в начале следующего года, вот через год, все пройдет. Ну, врачей надо слушать, надо, может, лечение назначить в этом году. Но если можно, то есть, не какой-то... Он работает сейчас, нет? Работает. Если можно, ну, щадящую нагрузку на работе иметь. Можно такую, как вы думаете? Понятно. Ну, посоветую ему, он взрослый товарищ у нас. Ну, здесь надо, здесь надо еще потерпеть немножечко. Какой-нибудь, понимаете, вся проблема в том, что он себя все время говорит, что он плохой, что у него не получилось ничего, что вот это вот внутри стоит. Здесь надо, может быть, переключиться на какой-то, ну, позитив, что-то позитивное найти в жизни, успокоиться. И как бы постепенно-постепенно будет выход из этой ситуации. Ну, он мечтает работу поменять. И думает над этим, стоит менять или не стоит. Вот он ее поменял, ну, летом прошлого года, ближе к осени. Ну, здесь опять надо гигантские перемены опять показать. А ему обязательно надо менять? А он чем занимается? Он кто? Механик какой-нибудь там? Ну, нет, он работает электриком. Ну, эту же профессию можно и туда перестроить, и сюда перестроить, и там поработать, и сям поработать. Нужно менять, конечно. Если от этого легче, конечно, надо менять. Поняла. Спасибо большое. Всего доброго. Спасибо. До свидания. Даем новую жизнь прежним профессиям. Ну, да. Здесь еще человек, который ищет себя, вот ищет себя в жизни. Он вопрошает, кто я. Видите, солнце в четвертом градусе. Что это значит? В четвертом градусе скорпиона. Это очень большой переживательный тип. Очень переживательный тип. И он изъедает, бывает, себя и окружающих из-за того, что что-нибудь не получается. Может такое быть. И вот впереди год еще такой вот, когда надо аккуратно его прожить, подлечиться, восстановиться, съездиться в натуре, наверное. Может заняться чем-то дополнительно. Потому что здоровье, оно самое главное. Все остальное можно купить. Не поспоришь с вами. Уважаемые телезрители, на этом наша программа подходит к концу. Мы уже не отвечаем на вопросы же зрителей. Если вы не успели, звоните в следующую программу «Снаки 2.0». А сейчас небольшое объявление для вас, как научиться кататься на велосипеде и научить своих детей. Спортивная «Руллер-велосамокат-школа «Белые мишки» приглашает детей и взрослых учиться катанию на роликах, велосипедах и самокатах. На улице зима, а у нас в спортзале всегда лето. Не упускайте возможность тренироваться на велосипедах и роликах круглый год. Не откладывайте на потом, а успейте уже сейчас научиться кататься. Прокачайте свои навыки и подготовьтесь к летнему сезону. Занятия ведут опытные наставники. Они научат ваших детей и вас кататься с самого начала, уверенно двигаться, совершенствовать свои умения, выполнять трюки, готовиться к соревнованиям. На базе спортивной школы работает прокат снаряжения. Телефон 208-006, 208-006. Спортивная «Руллер-велосамокат-школа «Белые мишки». Мы занимаемся круглый год и независим от погоды. Дорогие телезрители, программа подошла к концу, а мы желаем вам счастья и удачи. Увидимся в следующей программе «Знаки 2.0». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...